Другая женщина умерла в возрасте 60 лет. Она участвовала в семи конференциях и семинарах и была хранителем пламени в течение четырех лет. Когда я сделала о ней призывы, я нашла ее застрявшей на астральном плане. Ее окружала атмосфера сочувствия и жалости к себе, и поэтому она была привязана к развоплощенным с подобными вибрациями. Она сидела в компании сплетниц. При виде этого, я снова спроецировала перед ней свое присутствие и сказала, «Я здесь, и ты должна послушать меня и пойти с ангелами, которые пришли за тобой». Она посмотрела на меня и на ангелов и спросила, «Почему ты здесь?» Потом вспомнила и сказала, «О, я знаю, почему ты здесь. Я должна пойти с тобой». Она повернулась к кумушкам и сказала, «Я должна сейчас уйти. Я иду в местечко получше». Эти две кумушки были развоплощенными гораздо более низкого уровня и находились на астральном плане из-за своей кармы. Они сказали ей, «Ага, посмотрим, как это у тебя получится. Думаем, ты не будешь там счастлива». Они пытались уговорить ее не уходить в высокие октавы. Именно это происходит, когда люди застревают на астральном плане. Существуют огромные притяжения, исходящие от других развоплощенных, которые пытаются удержать вас там. Она отправилась в эфирные октавы с ангелами, и ей придется очень много потрудиться на внутренних уровнях, но у нее есть хорошее начало для следующего воплощения и продвижения на пути. Когда вы уходите в контакт с Великим Белым Братством, устанавливается связующая нить. Если вы впервые присутствуете на моей лекции, то это произошло для вас сегодня. Если вы прилежно следуете учению и читаете веления, эта связующая нить становится все прочнее, пока не превратится в настоящий канат, которому ничто не может повредить. Затем она становится подобной стальному тросу, и вы уже никогда не отпустите Вознесенный Фолодык и Небесные Силы, переходя из одной жизни в другую, пока не добьетесь Вознесения. Очень важно лелеять в пламя этого контакта и держаться за него, потому что бывают времена в ваших испытаниях, когда ваша связь с Великим Белым Братством становится вашим Хранителем, вашим Спасителем, и самым важным, что у вас есть. И одним из таких испытаний является уход из данной октавы и данного тела. Вы знаете, что из праха прах. Нагим я пришел в этот мир, Нагим уйду. Мы ничего не берем с собой, кроме нашего света и наших достижений, и сотканного нами бессмертного солнечного тела. В ваших уроках Хранителей Пламени говорится о процессе создания бессмертного солнечного тела, которое нужно вам, чтобы войти в более высокие октавы. В Библии она называется «брачные одежды». Вы должны помнить, что в вашей жизни есть вещи, имеющие исключительное значение. И все эти мимолетные прихоти, все жизненные блага, обладать которыми мы желаем, все это вы не возьмете с собой. Всем этим завладеет кто-нибудь другой. А ваша душа, Нагая, возвращается к Господу. И в этот момент самым бесценным вашим имуществом является нить, связывающая вас с теми старшими братьями и сестрами, которые могут помочь вам в вашем путешествии. Одна женщина, являющаяся членом нашей церкви на протяжении 14 лет, умерла от рака в возрасте 65 лет. Она уже находилась в октавах света, когда я сделала призывы о ней. Там она посещала классы, готовясь к новому воплощению. На протяжении всех лет жизни ее велением не хватало моментума, но ко времени своей смерти она сбалансировала 35% кармы. В последний раз, когда я ее видела, она выглядела хорошо, но сказала, что ей осталось недолго жить в этом мире, и что у нее есть карма, и что она вернется и надеется, что воплотится в обители в Монтане. Я привела несколько примеров, из которых вы могли увидеть, что жизнь продолжается, и иногда бывает очень неудобно и опасно не иметь физического тела. Некоторые развоплощенные способны перемещать физические предметы. Это еще один тезис фильма «Призрак». Когда Сэм следует за своим убийцей, он встречает в вагоне подземки высокого развоплощенного, пугающего вида. Этот развоплощенный хватает Сэма и выбрасывает из вагона, и велит больше не появляться на его территории. Это дает представление об иерархии территорий, иерархии развоплощенных, которые занимают определенное пространство и не допускают в него других развоплощенных. Чтобы напугать Сэма, этот дух разбивает окно в вагоне метро. Он обладел искусством воздействовать на физические объекты. Позднее Сэм выслеживает развоплощенного из подземки и требует научить его перемещать окружающие предметы. Когда Сэм пытается двигать предметы с помощью своего предполагаемого тела, этот развоплощенный говорит ему, «Теперь у тебя нет тела». Это нельзя делать с помощью тела. Все должно исходить отсюда. Это должно исходить из своего сознания. И он учит Сэма двигать предметы, используя сильные эмоции — любви, ненависти, гнева. Затем он говорит ему, «Это должно исходить из твоего живота». В животе находятся чакры солнечного сплетения и седалища души. Итак, Сэм с огромным усилием сосредотачивает всю энергию, которая у него была в этих чакрах, и таким образом начинает двигать предметы. Он двигает бумагу, монеты, он учится выключать газ, закрывать двери и печатать на компьютере. Защищая моли, он даже наносит удар своему убийце. Есть другие примеры этого психического явления, которое вызывается развоплощенными. Это полтергейст, что означает «шумный дух». И все вы слышали страшные истории об опрокидывающих стульях и происшествиях в домах, и истории о доме на Лонг-Айленде, о котором столько писали в последние годы. В этом проявляется природа развоплощенных, которые слоняются вокруг и перемещают физические объекты в соответствии со способностями, которых они достигли. Не следует думать, что они непобедимы и неуязвимы. Если вы просто сделаете призыв к Архангелу Михаилу и могущественной Астрее, то сможете очистить от них данное место. Существует явление, когда во время сеансов вдруг без помощи каких-либо явных физических средств неожиданно появляется какой-нибудь материальный объект. Звучат голоса и материализуются духи. Все это – часть их мира. И я советую вам не входить в него, не поддаваться его чарам, не поддаваться чарам смерти или чего-либо из того, о чем я говорила. Начитать веления Астрея, делать призывы к Архангелу Михаилу, чтобы он освободил вас. И знайте, ничто из этого не должно становиться частью вашей жизни, домашнего обихода или вас самих. Когда вы начинаете подозревать, что это произошло, вы должны обратиться к велениям и призывам к Архангелу Михаилу, чтобы он пришел, очистил ваш дом, ваше рабочее место, любое помещение, в котором вы находитесь. И куда бы я ни пошла, я прошу очистить это место от разуплощенных. Если мне предстоит читать лекцию, я прихожу заранее и делаю призывы об этом. Могу сказать вам, что свежая краска, благодаря содержащимся в ней химикатам, есть вещество, которое избавляет от разуплощенных. Неважно, как это происходит, но я знаю, что это так. Владоки сказали мне, что определенные вибрации свежей краски однозначно стирают старые записи. Именно поэтому люди любят красить и наводить чистоту в своих домах, обновлять их, скоблить и чистить, ибо все эти действия избавляют от сущностей, которые питаются разлагающимися веществами. Они разводятся там, где есть разложение, гниющий мусор, умирающие цветы, все, что находится в процессе распада. Разъединяющиеся атомы выделяют энергию, и тут появляются эти сущности, чтобы забрать ее. Поэтому никогда, никогда не оставляйте вокруг себя ничего подобного этому. Не держите вещи, которые вам не нужны. То, что всегда собирает сущности, это коллекция старых кукол, которым 50, 60 или 200 лет. И люди держат все эти куклы у себя в доме. Вы входите в такой дом, и там из каждой куклы на вас смотрит сущность. Я не понимаю, почему люди настойчиво собирают подобные вещи, но они это делают. Итак, вы вольны выбирать. Если вы хотите хранить свои куклы, храните, но вместе с ними вы сохраните также и своих сущностей. Другое утверждение, которое делается в фильме, что развоплощенные тоскуют по чувственным удовольствиям, которые они испытывали, когда находились в человеческом теле. Это совершенно верно, и об этом следует рассказать. Когда Сэм получает урок от развоплощенного из подземки, тот выбивает стекло в автомате для продажи сигарет. Глядя на пачки сигарет на полу, он говорит, «О, чего бы я не дал за затяжку!» и с вожделением смотрит на них. Здесь встает вопрос о том, что развоплощенные прикрепляются к людям, чтобы иметь возможность косвенно ощущать жизнь. Движением сущностей управляет закон притяжения, который гласит, что подобное притягивает подобное. Развоплощенные сущности притягиваются к сгусткам энергии, имеющим сходную вибрацию. Только подумайте об этом. Сущности жалости к себе притягиваются к людям, которые полны жалости к себе. И любая, любая человеческая вибрация, которую вы можете назвать, каким бы ни был человек, если он находится в этой вибрации, он будет притягивать к себе соответствующую сущность. Если вы наполнены светом и радостью Господа, то не притянете сущностей, вы сможете привлечь ангелов и высших существ. Вопрос, кого вы притягиваете, очень важен, поэтому об этом нужно заботиться. Развоплощенные движутся под влиянием непреодолимого влечения, сливаясь с другими искаженными формами, блуждающими в астральном мире, пока не найдут прибежище в ауре воплощенных существ, мысли которых текут в том же направлении. Рядом с большинством людей, которые никогда не читают велений, есть некий, очень похожий на них развоплощенный, так что они даже не замечают его из-за схожести вибраций и считают его мысли и чувства своими собственными, в то время как их мысли и чувства частично могут быть отражением развоплощенного существа, которое очень похоже на них самих. Поэтому Эль Морио учит нас, что мало кто из людей свободен от влияния развоплощенных существ. Когда вы вступаете на путь, на путь света, и хотите быть челой вознесенных владык и намерены продвинуться вперед и ускориться на пути, то находящиеся рядом развоплощенные, которые, возможно, были с вами на протяжении многих жизней, чувствуют угрозу для себя. Они стараются увести вас с пути и сделать так, чтобы вы не читали велений, не посещали служб и все дальше отходили от той связующей нити, которую установили. Вот почему хранителям пламени важно молиться за тех, кто только что вступил на путь. Существа, привыкшие вытягивать из вас свет, не намерены доброжелательно встречать тех, кто показал вам путь. Путь, на котором вы сможете полностью освободиться от этих сущностей на всю оставшуюся жизнь. И это путь великого белого братства и науке изреченного слова. Примером служат люди, имеющие пристрастие к алкоголю, табаку, наркотикам, сахару. Они являют пример близости астральных существ к существам физического плана, имеющим схожие привычки. Бары и притоны наркоманов буквально набиты развоплощенными, которые прикрепляются к тем, кто принимает эти стимуляторы. Иногда к одному курильщику или наркоману присасываются как пиявки до 50 или даже 100 развоплощенных. Прикрепившись к эмоциональному телу и центральной нервной системе этого человека, они могут испытывать ощущения от выкуренной сигареты, выпитой рюмкой алкоголя, принятой дозы кокаина или чего-либо еще. Развоплощенные тоскуют по тем чувственным удовольствиям, которым они пристрастились, прежде чем лишили своих физических тел. Они часто прикрепляются к спине, шее или позвоночнику, где могут получить больше всего энергии. Таким образом, они опосредованно испытывают привычное удовольствие. Передача ощущений происходит в результате слияния астральных тел развоплощенных с астральными и физическими телами воплощенного через симпатическую нервную систему. Таким образом, желание индивидуума выпить усиливается тысячекратно желаниями сущностей. Я дала вам сейчас определение привычки. Причина, по которой люди не могут бросить курить, пить, отказаться от сахара, наркотика или неразборчиво в своих сексуальных привычках, даже когда знают, что могут умереть от спида, заключается в том, что эти демоны и развоплощенные прикрепляются к ним и заставляют продолжать следовать своим старым пристрастиям и привычкам. Вот почему, когда вы молитесь о ком-то, нужно сделать призывы к Архангелу Михаилу, чтобы он связал всех демонов и развоплощенных, которые фактически становятся сущностями одержания. Они овладевают человеком, они управляют его жизнью. Он не может жить без того, чтобы не выйти покурить каждые два часа. Невероятно! Он не может жить. Он хочет остановиться, но не может. Когда вы припадете к ногам Вознесенных Владыков и попросите их о помощи и заступничестве, и обратитесь с призывами к Астреи и примите твердое решение, то удивитесь, какие чудеса произойдут с вами, как вы немедленно освободитесь от этих вредных веществ благодаря тому, что Легионы Света избавят вас от всех этих сущностей. И когда вы освободитесь от сущностей, все, что вам останется сделать, это справиться со своими собственными желаниями. И вы можете сделать это с помощью велений и твердой решимости. В фильме также говорится о том, что развоблощенные могут говорить с медиумами и психистами и использовать их тела. Они могут оказаться назойливыми, отказываясь оставить в покое медиумов. Именно это происходит в ряде полных юмора эпизодов, где Сэм идет к медиуму, чтобы вступить в контакт с Молли. Все это истинная правда. Медиумы и экстрасенсы могут передавать сообщения от развоплощенных всякому, кто захочет их слушать. Мы не делаем этого и не советуем заниматься этим нашим слушателям, потому что это попросту привязывает вас к астральному плану. В результате душа, вместо того, чтобы отправиться в иную обитель, в доме отца нашего, привязывается к вам и вступает с вами в симпатическую и симбиотическую связь. Люди умирают по воле Бога или по своему свободному выбору, если уничтожают себя тем или иным способом и вызывают свою преждевременную смерть. Но в смерти есть завершенность, и мы должны отпустить своих близких, потому что ему готово на определенное место и работа, а мы должны продолжать жить здесь, как бы это трудно ни было. Итак, Сэму нужно разоблачить убийцу, потому что Молли знает его, но не подозревает, что он убийца и относится к нему по-дружески, а Сэма заботит то, как бы он не убил Молли. Поэтому Сэм идет к медиуму Одеме Браун, которую играет Вупи Голдберг. Это действительно очень смешной эпизод. Он хочет, чтобы медиум помогла ему предупредить Молли. Сперва она отказывается, но он всю ночь не дает ей спать своими песнями, пока она наконец не соглашается помочь. Сэм возвращается к ней на протяжении всего фильма. Один раз он вмешивается в сеанс, на котором присутствует около десяти развоплощенных. Все эти годы она мошенничала, но с появлением Сэма на самом деле начала слышать развоплощенных. И теперь ее дом битком набитыми. И в суматохе один нетерпеливый дух завладевает телом медиума и начинает говорить через нее. Неожиданно она начинает говорить голосом этого человека. Когда она выталкивает развоплощенного из своего тела, он бессильно опускается на пол и не может двинуться лишенной энергии. Его сотоварищи развоплощенные смеются над ним за то, что он не знает, что вхождение в тело лишает развоплощенного энергии. Но что в фильме не показано, это то, что развоплощенные истощают энергию медиума. Вот почему братство так твердо возражает против посещения спиритических сеансов. Одним из объяснений явлений, происходящих во время спиритических сеансов, является образование эктоплазмы. Эктоплазму описывают как таинственную, обычно слабо окрашенную субстанцию, которая выделяется из тела медиума в состоянии транса и может принимать форму лица, руки или целого тела. По-моему, медиум ничем не отличается от контактера. Контактер это всего лишь новое название того же занятия. Я хочу, чтобы вы знали, что я не осуждаю спиритов или медиумов. Я знаю многих людей, которые занимаются этой деятельностью и отдают ей всего себя. Я люблю их и благословляю, но я просто говорю, что это опасное занятие. Вещество, которое участвует в материализации духовных тел, называют эктоплазмой, левитацию материальных объектов обычно объясняют постепенным образованием колонны с эктоплазмой под этими объектами. Известно, что сила, создаваемая эктоплазмой, достаточно велика, чтобы полностью оторвать от земли стол с грузом, равным массе человека. Обычно считается, что в конце сеанса эктоплазма исчезает и возвращается к медиуму. Но именно это неверно. Это и есть то заблуждение, в котором кроется опасность. Жизненная энергия, которая забирается духами у участников спиритических опытов, будь то медиум или наблюдатель, никогда не восстанавливается. Она сразу же используется для создания психических феноменов и их поддержания. те, кто сознательно занимается некромантией, то есть общением с умершими или вступает в союз с духами мертвых на продолжительное время, постепенно истощают духовную энергию жизни, и их физическое тело и мозг постепенно разрушаются. Каждой личности отпущено определенное количество жизненной силы в начале ее воплощения. Продолжительное увлечение трансами, экстрасенсорными, сверхчувственными явлениями и спиритизмом может привести к тому, что ее истощение дойдет до критического уровня. Энергию света, которая окружает тело и наполняет его, вам належит и использует для того, чтобы ткать свою брачную одежду, свое бессмертное солнечное тело. Это тот проводник света, который нужен вам для входа в высшие эфирные октавы в момент перехода. Из-за уменьшения жизненной силы в результате занятия психической деятельностью личность может потерять возможность вознесения в этом воплощении. Я знала две очень преданные и благочестивые души, мужа и жену, которые были наиприятнейшими людьми, которых только можно пожелать встретить. Однако им не хватало той энергии, которая свойственна ауре людей, следующих стезе. Это определенный слой света. Итак, я спросила Марка Профита, это происходило до его перехода. Я спросила его, в чем суть проблемы этих людей. Он ответил, что они были экстрасенсами и занимались спиритизмом в прошлой жизни в Голландии. И им потребуется 4-5 жизней, чтобы вновь обрести тот свет, который они растратили через эту деятельность. Они были очень преданными хранителями. Они много трудились. Один из них уже ушел из жизни. Я верю, что они добились больших успехов на пути. Это был удивительный пример, и вы могли бы видеть, что этим душам чего-то не хватает, хотя они и были милейшими людьми. Именно поэтому владыки предостерегают своих учеников о крайней опасности, которую представляет принятие диктовок или передача наставлений от астральных сущностей, выдающих себя за учителей, адептов или вознесенных владык. Наиболее опасны развоплощенные, прикидывающиеся учителями тонкого плана. Они не только отбирают жизненную энергию своих слушателей, но и распространяют ложную информацию и полуправды. Итак, есть существенное различие в том, чем занимаются медиумы, а чем посланники. Полагаю, что я ясно это показала. Как правило, посланники не занимаются так называемыми провидениями жизни, за исключением тех случаев, когда это направляется вознесенным владыкой, который оказывает покровительство отдельному жизнепотоку. И в этом случае индивидуум обучается благодаря пониманию своих моментумов добра и того, чего он достиг в прошлом, как, впрочем, и своих ошибок. Опасность представляет снятое с астрального плана частичное провидение, сделанное психистами, как бы они себя ни называли. Лично я называю так человека, пробудившего и обострившего чувствование души. Но если душа пробудилась, она должна подняться и стать единой со своим Я Христа. Я видел много людей, которые получили провидение о своих жизнях и приходили ко мне с тяжким грузом знания, что они были тем-то и тем-то или делали то-то и то-то в прожлой жизни. Чтобы выяснить их путь и помочь им, я обращалась к Эль Муэрии и спрашивала, были ли они тем-то и тем-то в их прошлых жизнях. Во многих случаях они никогда не были теми личностями, но пройдя через гипнотическую регрессию, они поверили в это и несли время, которое даже не имело к ним никакого отношения или же питали ни на чем не основанные иллюзии собственного величия. Поэтому я говорю вам, что пока Бог, Святой Дух или кто-либо из Вознесенных Владых не откроет вам прошлую жизнь, потому что настал ваш час иметь дело с этой кармой, не думайте об этом. Просто живите, читайте Веления Фиолетового Пламени и трансмутируйте записи, изучайте свои психологические проблемы и не проявляйте излишнего любопытства. Вы тот, кто вы есть, то есть некий нынешний итог всех ваших прошлых жизней. И не нужно копаться в прошлых воплощениях, пока это не станет посвящением, которое дает вам Владыка. Хуже всего, если речь действительно идет о прошлой жизни, а человек совершенно не готов справиться с какой-то ужасной ситуацией. Еще не пришло время для ее проявления. Человек не готов к этому. Это все равно, что заставлять цветок раскрыться. Это очень, очень болезненно. Путь Путь Вознесенных Владык ведет к Вознесению. Путь психических явлений может привести в ад или в астральный мир. Однажды Сен-Жермен сказал, что из психизма не может выйти ничего хорошего. Проблема астральных существ состоит в том, что их мучают недовлетворенные желания, и в то же время они разъединены своим Богом присутствием, своим Я Христа и душой. Рано или поздно они находят способ для подкрепления своих сил за счет тех, кто не утратил связи со стоком. Они могут получать вашу энергию, если вы перегружаете свое тело, например, сахаром. Вы становитесь настолько инь, что раскрываетесь, и энергия света буквально выходит из вас, и тогда ее могут забрать развоплощенные. Вот почему они хотят приучить людей к употреблению сахара, и проблема в том, что к крупам и другим продуктам добавляется сахар. Нужно читать этикетки на всех продуктах, которые вы покупаете, и знать, что сахар подается в самом различном обличии, в виде лактозы, фруктозы, кукурузного сиропа, миласы, и в состав продуктов входит длинный перечень веществ, и ни одно из них может не называться сахаром. Вам нужно осознавать, что сахар очень вреден. Он ослабляет вас и делает зависимыми от астрального плана и сущности. Именно поэтому сахар это вредная привычка, и необходимо делать призывы, чтобы освободиться от нее. Развоплощенные могут получать энергию двумя способами. Во-первых, благодаря сознательному сотрудничеству с людьми Земли, особенно когда те собираются на спиритические сеансы и приглашают Духа вступить с ними в общение. В этом случае жизненная энергия поступает к развоплощенному через нить контакта, созданную благодаря вниманию участников сеанса. Космический закон гласит, на что обратишь внимание, туда и направится энергия. Я знала одну очень приятную женщину из Иллинойса. Она занималась спиритизмом много лет и была знакома с Марком Профитом. Она была медиумом. Я вспоминаю, как однажды мы зашли к ней домой в Иллинойсе. Она посвятила жизнь общению с потусторонним миром, и у нее составился кружок постоянных участников ее сеансов. Она была связана с ними и считала, что это ее призвание, и что она помогает всем этим разоплощенным обрести покой и утешение, учение, исцеление. Казалось, она ладила с ними. Она пригласила нас заночевать у нее, и мы отказались под благовидным предлогом. Но я сохранила воспоминания о пребывании в ее доме. Он был буквально битком набит сущностями. Ее звали Бланш, Бланш МакКарл. Никогда не забуду этого. Она регулярно звонила мне раз в несколько месяцев. И так продолжалось даже после вознесения Марка, до самого дня ее смерти. Она сообщала мне, что смертельно больна, чувствует себя отвратительно, и не могу ли я сделать призывы для нее. Я хорошо понимала, что происходит. Поэтому я бралась за работу и делала призывы, чтобы очистить ее дом, ее тело от всех этих сущностей. Потом она звонила мне, чтобы сказать, что чувствует себя прекрасно, и этого хватало, чтобы проводить сеансы еще 3-4 месяца. Затем она снова звонила, и я снова и снова делала призывы о ней. Но да будет благословенно ее сердце, она верила до самого смертного часа, что оказывает огромную услугу всем этим разоплощенным, тогда как на самом деле она удерживала их привязанными к земле и к себе самой. По сути своей, это является проявлением эгоизма. Во-вторых, разоплощенные получают энергию в тех случаях, когда люди не находятся в гармонии или сонастрое со своим высшим Я. вибрации раздражения, сожаления, страха, гнева, отвращения, усталости и других негативных мыслей и эмоций, даже дистонирующие ритмы рука-н-ролла. Все это прорывает естественную защитную оболочку, которая окружает и пронизывает четыре нижние тела человека. Эта естественная оболочка удерживает духовную энергию, которую человек получает от своего бога присутствия. И любой внутренний разлад автоматически разрывает ваше духовное одеяние. Если эта духовная защита не будет оставаться целой, энергия людей станет предметом вампиризма астральных сущностей. Вот почему первое, что вы узнаете из своего первого урока Хранителя Пламени, это то, как призывать столб света. Вы надеваете его утром, вы усиливаете его в течение дня, вы даете этот призыв столба света со всем пылом и силой. Призывайте Архангела Михаила, призывайте фиолетовое пламя, поддерживайте свою защиту. А если вы в дисгармонии, призовите закон прощения и восстановите внутреннюю гармонию и свой столб света. Если эти силы смогут создать в вашей жизни обстоятельства, рассчитанные на то, чтобы принести вам беспокойство, если вы утратите равновесие и станете испытывать разлад, то развоплощенные смогут украсть ваш свет. Вот почему закон гласит, о чем я уже говорил в своих предыдущих лекциях, что Бог не даст вам больше света, чем вы можете сохранить в состоянии гармонии. Если вы сможете поддерживать внутреннюю гармонию, то сможете увеличивать свой свет. Потому что Богу известно, если вы не способны поддерживать внутреннюю гармонию, то всякий раз, когда вы получаете свет, тут же появляются невидимые силы и создают проблемы в вашем мире, и вы расстраиваетесь, и свет выходит из вас, и вы теряете его, и они им овладевают. Это будет означать, что вы провалили испытания, не прошли посвящения, и вам придется заплатить за тот свет, который вы позволили этим грабителям отобрать в вас. Вот почему нужно усилить свой столб света, вот зачем нужно фиолетовое пламя, потому что вы не можете быть гармоничными по своей собственной человеческой воле, вам нужно присутствие Христа, ангелов и владык, нужно установить свою защиту, есть многое, чего нельзя сделать силой воли, нас одолевают древние моменты испытанных переживаний или расстройств из-за чего-либо, и поэтому поиск высшего способа единения с Христом, единения с Иисусом или другим вознесенным владыкой, которого вы избрали, есть тот путь, на котором начинаешь развивать силы, чтобы сопротивляться скатыванию назад к этому клише расстройства. Именно поэтому вам следует читать жемчужины мудрости, позаботиться, чтобы они не прошли мимо вас и изучать их. Они обеспечивают ваш контакт с моим сердцем и сердцем владык, поэтому вам нужны ваши уроки хранителей пламени и решимость стать бдительным челом. Нет нужды проводить за ними целые часы, но вы должны отдавать какое-то время стезе, если собираетесь получить заслуженную награду. Другим видом сущностей по меру развоплощенных являются массовые сущности. Массовые сущности это силовые поля энергии, искаженные человеком. Они порождены мыслями и чувствами невознесенных людей. Эти сущности являются скоплением человеческих моментов ненависти, жестокости, воинственности, алчности, безумия, убийств, сплетен и тому подобное. Эти сущности плавают в астральном плане, будто острова тьмы. Они могут быть размером с город и представляют огромную опасность. Они притягиваются к людям, чьи тела и умы могут использовать, чтобы вызвать общественные польские силы направляют эти сгустки тьмы против ничего не подозревающих душ. Преступления, причины которых считают временное помутнение рассудка, иногда происходят в результате концентрации вихрей злобной энергии на ауре ничего не подозревающих или недоброжелательно настроенных людей. Такие люди уязвимы вследствие своей восприимчивости к вредным вибрациям или отсутствии защиты от них. Вот почему иногда, когда происходит массовое убийство, наблюдается повторение. Они происходят волнами и прокатываются по стороне. Неравновешенные люди читают в газете о каком-либо случае массового убийства. Это сообщение полностью поглощает их внимание и буквально сводит с ума. Массовая сущность притягивается к ним в силу законопритяжения подобного подобным. Это масса демонов, она напоминает кчелиный рой. Это гигантское энергетическое поле, которое движется к слабейшему звену в людской цепи и действует через этого человека. Массовые сущности могут действовать через сумасшедших, лидеров, через людей, которые в широком масштабе ответственны за всякого рода убийства и насилие. Именно над этими массовыми сущностями мы работаем во время вечерних, пятничных служб и других служб для работы над развоплощенными. Я говорила о велении Астреи, и вот что Астрея сказала в своей диктовке. Господь Бог дал человеку власть над всем миром, но не стоит пользоваться ею для исследования глубин человеческой скверны и вовлекаться в Астральный мир мыслей и чувств до тех пор, пока не достигнуто самоовладения. Источником всего человеческого несовершенства служат старые Астральные записи. Здания, люди и даже животные в мире формы наполнены этими старыми записями. Ваш столб света должен быть прочным и упругим, чтобы сгибаться при необходимости, но не ломаться под воздействием атак психического мира. Вам нужно научиться жить в мире формы победителями над смертью и искаженной энергией. Вокруг вас могут двигаться вихри зла и психических возмущений, но вы можете воззвать к своему божественному присутствию об избавлении и спасении. Вы можете перезвать ко мне, и я помогу вам, замкнув свой космический круг и меч голубого пламени вокруг этих фокусов зла и также пошлю спасение не только вам самим, но и тем, кого вы любите. Вы должны быть настойчивы в своих призывах и тверды в своей убежденности, что свет Бога обязательно откликнется, и вы ни при каких обстоятельствах не должны уступать ни пяде земли тем силам, что не от света. Возлюбленные, эти силы не прожили бы и дня, если бы их не питала энергия человечества. Есть только один источник жизни, и это Бог. Обитатели астрального мира в большинстве своем отрезали себя от божественного замысла. Они более не признают вселенского Бога своим Богом. Они стремятся овладеть его жизненной энергией, которая ежедневно отпускается человеку, и выкачать ее через человеческое несовершенное смертное сознание, поднимая брата на брата, создавая ситуации, где царят ненависть и хаос, чтобы люди добровольно отдавали свою энергию через неверные по вибрации действия. Всякий раз, когда вы предаетесь критике, суду или осуждению, впадаете в раздражение любой другой тип дисгармонии, вы преодолеваете жизнь астральных сущностей, которым вовсе не нужна божественная гармония. Божественная гармония опечатывает вас. Астральные создания не могут подавить божественную энергию, если человек хранит ее в неприкосновенности и чистоте, поскольку не могут проникнуть в совершенство, и таким образом совершенство защищает целостности, когда сказал «Итак, будьте совершенны, как совершение Отец ваш Небесный». Астральные сущности не могут прикрепиться к тем, кто ценит гармонию превыше всех добродетелей. Если этим сущностям удается захватить Детей Света врасплох, они получают больше выгоды от их относительно чистой энергии, чем от относительно грязной энергии тех, кто наполнен моментумами массового сознания, ибо чем чище энергия, тем легче ее усвоить. В частности, принятие наркотиков разрывает защитную оболочку, которая помещается вокруг души при рождении и делает человека более уязвимым для разоплощенных. Именно поэтому следующие эстези должны быть еще более осторожны, чем другие люди, потому что они хотят иметь самый чистый свет, самую чистую субстанцию. Для восстановления силового поля естественной духовной защиты тем, кто принимал наркотики, необходимо первое, призвать закон прощения за вмешательство в естественный ход божественного плана их жизни. Второе, призвать фиолетовый огонь и столб света, а также архангела Михаила и его легионы голубой молнии, чтобы освободить их от всех психических сил, которые ведут к их разрушению. Затем нужно позаботиться о восстановлении своего одеяния. Вам нужно попросить архангела Рафаила и мать Марию омыть ваши души в целебных огнях Христа. Я знала одного человека, с которым происходили невероятно глупые несчастные случаи, в результате которых он получал травмы. Он обратился ко мне и умолял объяснить, почему с ним происходят эти несчастные случаи. Я пошла к алтарю и спросила у Эль Мории. Тот ответил, у этого человека прорехи в одеянии. Они появились в результате неверного использования священного огня и других действий, которые он совершал в этой и предыдущих жизнях. Нужно было золотать эти прорехи. Ангелы могут взять свет, который вы вызываете и буквально соткать заплату для прорехи в одеянии ваших тонких тел. Итак, этому человеку было предложено беречь священный огонь и жизненную силу и читать веления, чтобы он мог использовать эту энергию и чтобы ангелы могли использовать ее для починки его одеяния. мы видим, что наркотики вызывают появление дыр в тонких телах в сокровенном одеянии, поэтому требуется исцеление, и Рафаил и Мать Мария помогут вам, вашим близким и тем, за кого вы молитесь. Этот процесс необходим. В одеянии некоторых людей образовалось достаточно прорех из-за того, что они совершали на протяжении многих прошлых и в нынешней жизни, так что они могут приходить на службы, получать свет, но не могут сохранить его. Они не могут сохранить его даже на 12 часов. Это все равно, что вместо ауры иметь сито. Но это тоже можно исцелить. Прорехи можно заделать. Для Бога и света нет ничего невозможного. Именно с такими ситуациями мы сталкиваемся, когда собираемся помочь тем, кто недавно ступил на путь. Алкоголики, наркоманы, заядлые курильщики, все они не единственные жертвы козни астральных сущностей. Эти сущности расставляют ловушки для человеческого сознания любого типа, даже для тех, кто считает себя избранником Божьим. Вибрации духовной гордыни также могут привлекать к ученику наиболее опасный вид астральных сущностей, которые стремятся только к разрушению и к уничтожению души в аду. Вы должны осознавать, что духовную гордыню олицетворяет верхушка развоплощенных на пути левой руки, черные магии падшей, которые очень тонко и хитро проецируют ваше сознание мысли, которые вы принимаете, поскольку еще не очистились от интеллектуальной, человеческой, духовной и других видов гордыни. Итак, люди, не имеющие ни одной из тех низменных привычек, о которых мы говорим, все еще привязаны к самим себе, и поэтому они доступны для астральных сущностей, у которых аналогичный процесс мышления и такие же чувства. Я хочу напомнить вам, что приближается канун Дня Всех Святых, 31 октября, и для развоплощенных это лучшая пора, потому что внимание людей приковано к астральным образом. Все эти изображения вывешивают в каждом городе страны, изображения ведьм, скелетов, гоблинов, они очень реалистично передают то, что существует на низшем астральном плане. Мы в нашей общине всегда устраиваем бдения, круглосуточные бдения в это время, принимая особые меры против наиболее вредных действий, свидетелями которых мы были во время этого праздника в прошлом. У астральных сущностей есть имена, поэтому в своих велениях и молитвах мы можем называть их по имени. Вот почему Иисус спросил, как тебе имя, когда обратился к развоплощенным, к вселившимся в человека бесам, прежде чем изгнать их. Ему нужно было назвать их по имени. Список известных нам развоплощенных имеется в книге велений. Если захотите использовать этот список, вы можете прийти в одну из групп в вашем городе и научиться делать призывы о связывании астральных сущностей и читать веления Астрея. В ашанах в письмах на 63-й странице есть молитва о душах, покидающих сегодня землю. Она является частью ритуала, и я упоминаю об этой молитве на тот случай, если вы захотите ознакомиться с ней. Спасибо вам большое за ваше внимание. Я чувствовала, что это очень важный материал до вашего понимания, особенно для тех, кто живет в больших городах. Спасибо вам огромное. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.